Всем привет! Никто не задумывался над тем, почему мы так мало живем по сравнению с животными. На первый взгляд, казалось бы, живем дольше, чем многие животные, но взрослой жизни у нас гораздо меньше, чем у любого вида млекопитающих на земле. К примеру, взять кошку. Средняя продолжительность жизни 16 лет. Период созревания 8 месяцев. Это 1,24. То есть у кошки есть 23 таких части взрослой жизни. Взять собаку 11 лет. Созревание 7 месяцев. 1,19. 18 частей еще есть взрослой жизни. Взять даже такого большого животного, как слон. Он в природе доживает до 65 лет. Созревание приходит в 11 лет. То есть это 1,6 часть. У него еще есть 5 частей взрослой жизни. Так это слон. Огромное, неповоротливое животное в природе. И мы, люди, такие крутые, все с условиями. Созреваем 16 и живем 65. Это 1,4 часть мы тратим на созревание. Еще всего 3 части у нас взрослой жизни. И это с медициной, со всякими вакцинами, с питанием нормальным. Почему так? Нам, видимо, поставили ограничитель. Если заглянуть в Библию, то можно увидеть, что раньше люди доживали до 900 и даже выше, свыше 900 лет. И четко после всемирного потопа, жизнь резко сократилась. Возможно, человек слишком умный и слишком быстро развивается. И может познать того, чего не надо познать. Возможно, он что-то познал до потопа. И пришлось очистить планету. Вы не задумывались об этом? Даже если взять жизнь, как у кошки, соотношение созревания и средней жизни, человек бы жил 340 лет. Вполне возможно, что так как он разумный, дольше развивается умственно, он и доживал до 900. И это была нормальная длина его жизни. Нам поставили ограничитель. Человек взрослеет, тратит одну четвертую своей жизни. Рождает детей, становит их на ноги. На это тоже тратит много времени. И у него остается совсем немного времени, для того, чтобы стремительно развиваться. Есть поговорка. Первая половина жизни есть здоровье, нет мозгов. Вторая половина жизни есть мозги, нет здоровья. А представьте, человек бы жил до 900 лет. Чего бы он мог достичь в физике, к примеру, в космонавтике. Ему каждый раз приходится новому поколению изучать все базовые данные, все азы, основы. И на изучение чего-то нового совсем немного времени остается. А так, тысячи ученых жили бы 900 лет со всеми знаниями. Просто развивались бы дальше. Такие вот мысли меня сегодня посетили. Напишите свое мнение об этом. Субтитры создавал DimaTorzok